Добрый вечер! Пермские пляжи готовят к купальному сезону. В связи с аномальной жаркой погодой пермские власти поручили ускорить процесс. Сейчас проводится очистка береговой линии, обновление песчаного основания, ремонт и установка оборудования и малых архитектурных форм. Все пляжи будут оборудованы спортивными площадками, детскими игровыми зонами, тентами, навесами и обеспечены спасательными постами. На очереди комиссионная приемка и ввод в эксплуатацию. Как это часто бывает, он вполне может совпасть с ухудшением погоды. По крайней мере, на первые числа июня синоптики обещают дожди и падение температуры до 13 градусов. В студии вечернего вестника Денис Пальчиков расскажу об основных темах выпуска. Спорт в шаговой доступности. В Перми открыт очередной межшкольный стадион. Есть вопросы? Обращайтесь. Глава Перми провел очередную прямую линию с горожанами. Политические новички. Партия Роста планирует набрать не меньше 10% на выборах в ЗС. Похоже, что времена, когда заняться спортом в Перми было непросто из-за отсутствия площадок надлежащего качества, остаются в прошлом. Очередной межшкольный стадион открыли в городе сегодня. В планах еще несколько объектов. Что же, спорт в шаговой доступности не может не радовать. Теперь очередь за желающими. Глеб Челнаков всего 4 года занимается футболом и уже мечтает о карьере профессионального игрока. Теперь любимый спорт доступен не только в секции, но и в родном лицее, рассказывает Глеб. А футбол мне нравится тем, что там красивая игра, там надо думать, надо иметь смекалку, хитрость всякую, силу. Туда слабых не беру. Я пришел в эту школу. Первый класс тут был, это как асфальт один и ворота. То есть если упал, там больно, сразу что-то такое. Второй класс тоже такое было. Вот сейчас третий класс пришел, наконец-то тут построили. И так хорошо бегать стало. Лучше для нас. Ученики лицея номер 10 уверены, что с такой площадкой их ждет еще больше побед. Спортивная площадка оснащена по последним технологиям и нацелена именно на безопасность детей. Она проклеена резиновым покрытием, на футбольном поле установлен искусственный газон и есть обязательно ограждение между игровыми полями. Установлены спортивные тренажеры, баскетбольные щиты и футбольные ворота. Площадка появилась в рамках городского проекта «Школа на пятерку», цель которого улучшить содержание школ, ввести новые технологии и, конечно, сделать уклон на спортивную составляющую. Сегодня есть возможность строить межшкольные стадионы, развивать дворовый спорт, увеличивать число. Ребят, которые занимаются в спортивных клубах и секциях. Доступная спортивная инфраструктура создается по заданию главы региона Виктора Басаргина на всех территориях Прикамья. И наш край по праву можно считать спортивным. Мы понимали, что должна появиться нормальная спортивная площадка, чтобы вы могли отдыхать от трудных занятий, эффективно заниматься спортом, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Желаю вам благополучия, хороших спортивных достижений. И чтобы все эти спортивные достижения приумножали ваши успехи в учебе. В рамках проекта «Школа на пятерку» планируется открыть новые спортивные залы еще в трех школах и ввести в эксплуатацию два межшкольных стадиона. В этом году на строительство спортивных объектов из бюджета Пермского края выделено 49 миллионов рублей. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Не так давно по городу пошли серьезные слухи о возможном закрытии отделения нефрологии. Спешим обнадежить. Не просто не закроют, но еще и новое появится. Центр диализа при Пермской клинической больнице номер 3 пока единственная служба, которая оказывает помощь по специализации нефрология. Еще одно отделение должно открыться в июне на базе краевой клинической больницы. По словам врачей, пациенты смогут рассчитывать на качественную медицинскую помощь. Это отделение для пациентов, которые получают нефрологическую помощь в стационарных условиях. Кроме того, там проводятся все необходимые диагностические исследования. Прежде всего, это биопсия почки. И для обследования этих пациентов будут использованы все немалые диагностические возможности краевой клинической больницы. Нефрологическая помощь в крае получит развитие. К 10 работающим аппаратам искусственной почки добавится еще 7. Также будет увеличен штат врачей-нефрологов. Формат непосредственного общения руководства с населением набирает обороты по всей стране. Пермь не исключение. Принцип «не можешь получить информацию у ответственных лиц, спроси у мэра» пользуется популярностью. В чем в очередной раз убедилась наша съемочная группа. Почему незаконно установленный шлагбаум не могут, так сказать, убрать? Почему надо только все это делать через суд? В колл-центре главы города кипит работа. Игорь Сапко лично держит связь с горожанами. Для главы города такой ресурс и еще одна возможность контролировать качество работы администрации Перми. В ходе прямой линии тем, которые волнуют пермяков, как обычно, много. ЖКХ, внешнее благоустройство, коммунальные вопросы не обошли стороной уже ставшую традиционной проблему бездомных собак. Они периодически нападают на людей, живут у нас в подзвале. Скажите, куда вы сейчас? Недавно полномочия по отлову безнадзорных животных переданы на муниципальный уровень с финансированием и краевым, и дополнительно выделенным на предпоследнем заседании городской думы из городского бюджета. Уже усилена работа по этому направлению. Много звонков поступило по теме дорожного ремонта. В первую очередь горожан волновали конкретные объекты и сроки их реконструкции. Скажите, пожалуйста, как вы приведете к Верхнемулинскую дорогу в порядок? На Верхнемулинскую улицу заходим уже на следующей неделе. Там большой объем работ. В Верхнемулинской много лет не ремонтировалась. Там, конечно, нужно наводить порядок. Думаю, что в течение двух месяцев нашего дорожного сезона улица будет отвечать всем необходимым требованиям. Не забыли пирамики поздравить главу города с победой на прошедших праймерис. И поблагодарили за работу, которая ведется в городе под его началом. Всего в ходе прямой линии Игорь Сапко ответил на 21 звонок. 14 градоначальник взял на личный контроль. Следующее дежурство в колл-центре состоится 1 июня. Связь с жителями будут держать представители управления по развитию потребительского рынка администрации Перми. Денис Пальчиков Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Наш город пользуется популярностью у иностранцев. Поток приезжающих в Перм представителей власти и бизнеса из-за рубежа увеличивается с каждым годом. Вот только маршруты передвижения у них как под копирку, зачастую одни и те же. Что и кто привлекает заграничных гостей, расскажем далее. Каждый десятый гость Перми – иностранец из Германии, Турции, Италии, Китая, США, Аргентины. В прошлом году к нам приехали почти 2500 туристов из-за рубежа. Интерес к Пермскому краю остается высоким. Несмотря на прохладные отношения с некоторыми странами Запада. Казалось бы, такому вниманию стоит только радоваться. Вот только Кунгурская ледяная пещера, красоты дикой природы или театры остаются невостребованы. Маршруты иностранных пилигримов, судя по цифрам статистики, одни и те же. Вот и финский посол в Москве Ханну Химанин, гостивший в Перми в рамках фестиваля скандинавской культуры, не был оригинален в выборе направлений. А как же Пермский балет? Каждый третий иностранный гражданин, бывший в Прикамье, и в Перми 36 побывал. Но ведь ни одним музеем истории политических репрессий хочется, чтобы славен был Пермский край. Иностранные делегации как будто заучены выдают одни и те же фразы. Постоянно напоминают нам об ошибках прошлого и учат жизни. Надеемся, что это сохраняется и развивается так, что это было бы более известно. Там посещали множество россиян и тоже иностранцы. Так что это, я бы сказал, очень важно, что люди тоже молодого поколения знали бы, что в прошлом произошло, почему. И таким образом, скажем, стать лучшими гражданами мира. Если посмотреть программы официальных визитов, то западные послы приезжают к нам для расширения международных связей и культурного обмена. Но посещают почему-то одни и те же места и встречаются с одними и теми же активистами Пермских НКО, обещая молочные реки, кисельные берега и вообще всестороннюю поддержку. И непонятно, что для таких гостей первично, а что так. Как говорится, для галочки и отвода глаз. Ездить по-старому, сдавать по-новому. С 1 сентября вступает в силу новый регламент прохождения экзаменов на водительские права. Права снова станет получить сложнее. Изменения коснутся обеих частей экзамена. Вместо двух обязательных упражнений на площадке теперь четыре. Добавилась новая задача – поворот на 90 градусов. Ее нужно будет выполнить, проезжая змейку, а после заехать задом в гараж. Флажков в конусах теперь не будет. Но волноваться придется недолго. На выполнение каждого упражнения отведены две минуты. В настоящий момент такие корректировки вносятся систематически. То есть 1 сентября – это очередной этап. И мы сейчас видим, что кандидаты в образовательных учреждениях, которые проходят обучение, они в целом стали готовиться больше и серьезнее. То есть в этом отношении есть ряд определенных нововведений, которые сейчас непосредственно вот эта вся система автомобильного образования воспринимает. То есть она идет много со временем. Вы, наверное, заметили, что многие автошколы закрылись, так как они прошли либо аккредитацию, либо по каким-то еще другим причинам. То есть в целом это все влияет на процесс безопасности дорожного движения. Количество заданий в теории останется прежним – 20 вопросов. Правда, теперь, допустив одну ошибку, ученик должен будет ответить на дополнительные 5 вопросов. Второй промах сделает сдачу экзамена в этот раз недоступной. Игроков на политическом поле становится больше. Партия Роста планирует привлечь под свои знамена средний класс. Планы на грядущие выборы самые амбициозные. Подробности прямо сейчас. Каждое политическое движение, которое собирается на выборы в сентябре, находится на своей стадии подготовки к этому событию. В Перми, например, представили партию Роста с ее кандидатами и предвыборными постулатами. Жителям предлагают созвучную наименованию движения «Экономику Роста». Партия намерена работать на победу во всех округах. Задача минимум 15% голосов на выборах в Гордуму и 10% в законодательное собрание региона, говорит Виктор Пахмелкин. Сам политик собирается баллотироваться в Государственную Думу по 58 округу. Еще один кандидат в депутаты – Антон Любич. Он также войдет в список на выборы в законодательное собрание края. В Пермский край возвращается политическая конкуренция. Некоторые люди думают, что 22 мая для них все закончилось. Для них все только начинается. Это основная цель сегодняшнего мероприятия. Список партий в регионе еще не полный. Как заявили на собрании, на сегодняшний день ведутся переговоры с рядом референтных фигур. План избирательной кампании есть, но обнародовать его партийцы не спешат. Обещают сюрприз политическим конкурентам. Станислав Уланов, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Не просто помочь с оформлением бумаг, но и предоставить консультации специалистов высокого уровня. Банковские услуги уже давно перешагнули привычные рамки. Особенно в том, что касается взаимовыгодного бизнес-сотрудничества. Впрочем, неудивительно – в партнерстве выигрывают все. Быть внимательным и даже чутким к индивидуальным потребностям каждого клиента. О том, какие требования предъявляются к предпринимателям сегодня, пермским бизнесменам рассказывает московский бизнес-тренер. Обучающий мероприятие в преддверии Дня предпринимательства организовал Сбербанк. Малый и средний бизнес для Сбербанка являлся и является одним из важнейших приоритетов развития бизнеса. Это некая образовательная роль в развитии лидерских, в развитии профессиональных компетенций для предприятий малого и среднего бизнеса. То есть, по сути, мы предлагаем в формате Центра развития бизнеса действительно выращивать бизнес. Мы даем действительно такой посыл, вектор развития, действительно подсказывая, где-то консультируя. Обучающие мероприятия в Центре развития бизнеса Сбербанк проводит на регулярной основе. Для многих это новые знания и толчок для дальнейшего развития. Валерий Ротманов со Сбербанком работает на протяжении 10 лет. Сотрудничество считает плодотворным. В банке согласны. Валерий назвали в числе лучших 10 бизнесменов региона. Победил в номинации социально значимый предприниматель. С 2010 года очень плотно работаем по обновлению техники. Кредитуемся в сберегательном банке. Мы для обслуживания пассажиров города приобрели порядка 120 единиц больших автобусов. Это существенно, это 1,8 минимум города. Полностью используем зарплатный проект. Сегодня в Пермском отделении Сбербанка обслуживается около 38 тысяч предпринимателей, работающих на территории края. Объем кредитного портфеля превышает 8 миллиардов 800 миллионов рублей. Доля банка по этому сегменту на рынке составляет более 60%. Валерия Ромакова, Наталья Попова, Тимофей Салов, телекомпания «Бетта». Чем может удивить дача профессионального стилиста? Как минимум пристальным вниманием к деталям. Мы продолжаем проект «Дачные истории». И сегодня возвращаемся на участок, где не были целый год. Сегодня мы гостим на даче у стилиста Татьяны Жильцовой. С наступлением тепла Таня всякий раз перебирается из пыльного города к себе на дачу в село Троица. Здесь когда-то неподалеку жил поэт-футурист Василий Каменский. И может быть вот такое соседство, а может быть прекрасная природа Троицы будет нашей героине самый настоящий дух творчества. В прошлом году мы уже снимали приусадебный участок Татьяны. За год здесь кое-что изменилось. Напомним, благодаря даче у Тани появилось серьезное хобби. Жильцовы коллекционируют и реставрируют старинную мебель. Предыдущие хозяева, которые кроме хлама в ней больше ничего не видели. И, как правило, приговаривали к свалке. Татьяна спасает гадких утет и дарит им вторую жизнь, вдыхая в них лебединую красоту. А дача как раз такое место, где можно разместить все свежестарые приобретения. Этот год принес дому нового жильца. Этот шкаф раньше стоял в гараже. И вообще хозяева его хотели сжечь, выбросить, потому что он представлял из себя такое плачевное зрелище. Он был весь облупленный, коричневый, некрасивый, старый. Когда я его увидела, меня просто потрясла вот эта фурнитура интересная. Но вообще как-то вот он мне, скажем, запал в душу. Я думаю, как можно, я из него что-нибудь сделаю. Ну и вот он попал в мои рученьки. Наверное, месяц я там разные слои за слоями на него накладывала. Вот в итоге получился у нас такой вот красивый господин шкаф. Полисадник тоже несколько изменился. Под благоухающей сиренью расположился птичий хуторок. Правда, пернатые селиться в него категорически отказываются. Зато его оценил соседский кот Василий. Регулярно обходит дозором. Однажды я гуляла по берегу Сыловы и обратила внимание вот на такую вот чудесную корягу. Естественно, не могла пройти мимо. Подхватила ее и притащила домой. В квартире у меня завалялся вот такой вот скворечник. Я помогла ему соединиться с этой корягой, создав вот такой вот садовый арт-объект. На веранде симпатичный сундук. Таня его прикупила в интернете. По легенде, да и по внешнему виду, старцу больше ста лет. Но он еще крепок и вынослив. Сначала Жильцова хотела отредактировать его под французский Прованс. Но потом решила, пусть останется честная аутентичность. Подумала, что он и так достаточно хорош. Хорош. И мы временно его сюда поставили, но ничего не бывает временным, как постоянным. И он у нас вот здесь обитает уже который год. Я его приспособила под садовый инвентарь. Кроме творческих работ Татьяна занимается и вполне прагматичными. Сегодня на повестке дня посадка помидоров. Дача все-таки хорошая под спорье в домашнем хозяйстве. А если руки умелые, талантливые они во многом. Во всяком случае, в случае с Татьяной, дела обстоят именно так. Полина Рифова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Далее вас ждет наша традиционная рубрика «Эх, дороги!». А также не пропустите витрины и астропрогноз. Я же ненадолго прощаюсь. Ближайший выпуск «Вестников» в 21 час. В студии Денис Пальчиков. Хорошего вечера. На четверг синоптики обещают довольно жаркую и солнечную погоду. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление в норме. Ветер слабый. Влажность воздуха 30%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова